В прямом эфире репортеры новости. В студии для вас работает Алексей Майоров. Здравствуйте. Общественники назвали недавнюю акцию протеста в Горсаду, вылившуюся в столкновение с полицией, защитой интересов горожан. К потасовкам с правоохранителями, в результате которых есть пострадавшие с обеих сторон, по мнению активистов, привел непрофессионализм полицейских. Мы все знаем о заявлениях полиции о том, что пострадало порядка 20 сотрудников полиции, но никто не знает о том, что пострадало более 20 человек, просто участников мирной акции. Пострадали они как раз от действий полиции. И анализируя видео, видно, что как раз эти люди ничего не нарушали. Просто люди не верят в то, что реформа полиции произошла, поэтому побоялись об этом заявлять. В свою очередь в полиции Одесской области предупредили, что действием радикально настроенных граждан, которые совершили хулиганские действия во время акции, будет дана соответствующая правовая оценка. Я критично ставлюсь за действий полиции, потому что до них есть также зауважение, но я также критикую активистов, которые были с Бурганским действием. Было слово действительно организации массовой зарушений, которые были предъявлены. Вы знаете, что киндали камень, а много полицейских отримали травму. Среди ученик ГУНП, Головин и руководитель управления полиции и сын героя Украины Рыбака Юрий Рыбак Ну и по факту массовых беспорядков полиция уже открыла уголовные производства. Демьяна Ганула отправили в СИЗО без возможности внесения залога. Приморский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора и избрал лидеру общественной организации «Уличный фронт» меру пресечения в виде содержания под стражей. И все это сроком на два месяца. Все подробности в сюжете Дмитрия Богомолова. Обыски в доме у активиста «Уличного фронта» Демьяна Ганула начались еще с утра. По словам задержанного, у него забрали телефон и ноутбук. Ганула инкриминирует организацию массовых беспорядков во время акции протеста в Горсаду. Выступающие против задержания активиста, общественники устроили акцию протеста в Приморском отделе полиции. Демьян сейчас, у него дома происходит обыск, с ним находится его адвокат. Непонятно, еще раз повторю, почему по каким-то таким непонятным поводам райотдел могут закрывать для посещения. Потому что мы видели, что не только мы не могли зайти, но и люди, которые пришли там посетить своих следователей. Судебный процесс для принятия меры пресечения провели в Приморском суде на Балковской. Перед судом десятки правоохранителей и активистов. По мнению Ганула, он подвергся репрессиям за свою активную гражданскую позицию. «Звинувачиваючи меня, что я організатор масовых заворушений, саме порятунок міського саду, який хотели знищити. Я пришел с исключительным обличчям на мирную акцию, закликав одеситів прийти, аби не дати знищити старший парк в Одессе. Полиция не понимала, что там делала, чем они занимались. Потом все было добре, сняли ворота, началось, как бы, певно, там, уже прибирание, навіть. Але потім начались провокации со стороны прокурорных органов, были сутички. Я купа відео, де я кажу, что не потрібно воювати с полицией и так далее, не потрібно порушити законодавство. Але, ну, вы не понимаете, коли я велика толпа, и не все же мне підконтрольные люди, я можу только за свои дії відповідати. Я нічого протезаконно не робил». Отметим, что одним из оснований для заключения Ганнула под стражу стало нарушением условий освобождения на поруки по делу о беспорядках во время концерта Ирины Білок на Черемушках. Решение судей вызвало бурю протестов со стороны активистов. «Зважаючи на положение частини четвертої статті 13 КПК України, вважаю за необхідне не визначати розміст застави, достатньої для забезпечения виконання підозренних обов'язків передбачених КПК, оскільки Ганнул підозрюється в чиненні злочину, пов'язаного із застосуванням насильства. Керуючись статті 132.3.205 КПК України, слідчий суддя ухвалив клопотання слідчого СВ Приморського відділу поліції місті Одесі Ясенецького про застосування запобіжного заходу у виліті тримання під вартою стосовно Ганнула Дем'яна Вадимовича задовольнити, застосувати стосовно Ганнула Дем'яна Вадимовича 93-го року народження запобіжний заход у виліт тримання під вартою у Південному міжнародному управлінні з питання виконання кримінальних покарань і пробацію ВП номер 21 строком на 60 днів. Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 днів і обчислюється з моменту завернення ухвали до виконання. На цьому судове засідання закінчено, повний текст ухвали, зараз буде вручено сторонам. Гайба! 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 Ми не підемо за тену вакаляцію, не очікувало насправді, можна хвилинку, не очікувало дуже насправді для мене, тому що це показує, що насладна антинародна повністю і я пішов за позовом серця для того, аби зберегти міський сад для одеситів. І зараз я просто не знаю, як це взагалі можна. Прозумні словами писати, в голові вони мати, інодезурна лексика. Адвокат апеляцію зразу подавайте, це безпреділ. Ну ви розумієте, потрібно, що вся Україна звернула увагу, та якби я пішов з вами зберегти міський сад, зберегти, ви маєте мене підтримувати. По нашому менію, суд не почував ні характеристику моєго подзащитного, ні те обстоятельства, ні отсутствие каких-либо оснований для предъявления подозрения. Хочу заметити, що ми с цими посылами будемо обращаться в апеляційний суд з апеляційною жалобою на це решення суда. Кроме ганула, по словам адвоката, фигурантами дела об організації масових беспорядков являются бывший глава Одесского правого сектора Сергей Стерненко и Сергей Ходияк. Стерненко сейчас находится в Харькове, но, по его словам, готов в любой момент явиться к следователю. Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал «Репортер». Ну а тем временем Суворовский районный суд оставил на свободе общественника Андрея Сидоренко, отказав прокуратуре в ходатайстве о взятии его под стражу. Такое решение суд вынес, так как не посчитал, что риски, перечисленные прокуратурой, давление на свидетеля, уничтожение доказательств и прочее, возможно в этом деле. Кроме того, сам Сидоренко обратил внимание суда, что не является задержанным, ему всего лишь вручили подозрения. Остальные участники преступной группы, которые проходят сразу по нескольким эпизодам, уже находятся под стражей. Сегодня жители нескольких домов на Парково перекрыли улицу Грушевского, требуя включить тепло в их квартирах. Управляющая компания ссылается на долги, сами горожане утверждают их нет. К протестующим приехал вице-мэр Анатолий Орловский. Он пообещал, что вопрос будет решен к понедельнику. После переговоров люди согласились разблокировать дорогу. Движение Грушевского было восстановлено. Участок улицы Преображенской между Садовой и Пастера открыли для автомобилей. На самой улице проводят капитальный ремонт дороги, который начался еще в марте. Завершить его обещали сначала к началу летнего сезона, потом ко дню города. Позже дата изменилась на конец ноября. В следующем по плану планируют открыть участок между Садовой и Бунино. Одесская область занимает первое место по темпам промышленного производства. Рост составил почти 17% за последние 9 месяцев. Бюджетные показатели на следующий год также увеличились. Около 28 миллиардов гривен составит смета региона. В следующем году чиновники пообещали профинансировать расходы на пожарную безопасность в социальных учреждениях области. Однако выделят всего лишь седьмую часть от необходимой суммы. В полном обсяге предназначены выдачи на противопожарную безопасность в всех бюджетных и коммунальных установках областного подпорядкования. Данный обсяг становится 111,2 миллиона гривен по всем департаментам и глузевым управлениям. На социальное обеспечение планируется потратить 316 миллионов гривен на доступную медицину 100 миллионов. Также на коллегии презентовали рейтинг успешности районов Одесской области. Тройка лидеров – Лиманские, Авидеопольские и Саратские районы. Аутсайдерами оказались Ширяевские, Подольские и Захаровские районы. По результатам року, звичайно, будут сделаны соответствующие решения, мною будут приняты, если не будет виправлена ситуация по тих или других районах. Но если голова не может объяснить, или начинает говорить, что это не мой обязатель, это делать, а я не знаю, как это сделать, то даруйте, я впевнен, что не вам, не мне, как гражданам, но вряд ли хочется таки чути от влади. Представленный на коллегии проект бюджета области на 2018 год еще ожидает своего утверждения на следующей сессии областного совета, а пока депутаты продолжают вносить свои правки в финансовый документ. По сравнению с прошлым годом в Одесской области улучшился уровень социальных выплат, об этом сообщили в профильном управлении облгосадминистрации. Проблемными районами по этим показателям можно считать Ренийский и Ивановский районы, а наибольший прогресс зафиксирован во Ведиопольском районе. Осенью 2016 года работа районного отделения соцзащиты была заблокирована. Руководитель был отстранен прошлой районной властью. Многодетные семьи готовы были перекрывать трассу Одесса-Белграднестровский. Уже летом 2017 отдел получил нового руководителя. Также удалось заполнить вакантные места специалистами. Практически отсутствуют долги по выплатам материальной помощи. Однако кадров для обработки всех заявлений все равно не хватает. Вакантных посад у нас на сегодня нет. У нас даже не хватает рабочих рук. Мы работаем даже не 8 часов на день, а немного больше. Поэтому работа у нас очень много. У нас еще не сближена структура управления. Поэтому даже в приближении взять у нас еще не мое куди. Если будет такая возможность, будет у нас больше структура управления. Конечно, будем набирать новые кадры дополнительно. Еще одна проблема – нехватка средств для помощи жителям района, которые обратились за деньгами на лечение. Районным бюджетом предусмотрена сумма в размере миллиона гривен. Это на 300-400 тысяч гривен меньше той суммы, которая нужна, чтобы покрыть все расходы. Сегодня на Одесской автобазе санитарного транспорта прошла акция «Уступи дорогу скорой помощи». Ее провели совместно с Департаментом здравоохранения облгосадминистрации. Ежедневно с этой базы более 170 бригад экстренной медицинской помощи выезжают на вызовы по городу и области. Довольно часто возникает проблема с пробками. Некоторые водители, игнорируя правила дорожного движения, не пропускают скорую с включенными звуковым и световым сигналами. Зачастую в бригады не могут попасть на адрес, потому что машины припаркованы неправильно, потому что их не пропускают на дороге и не реагируют нормально в соответствии с правилами дорожного движения. Наша сегодняшняя задача – это прежде всего дать понять водителям и всем участникам дорожного движения, что скорая помощь, которая едет с включенным проблесковым и звуковым сигналом, это скорая помощь, которая потенциально едет к моим родственникам, к вашим родственникам домой, спасая чужую или вашу человеческую жизнь. Ну а я отмечу, что по закону норматив предусматривает подъезд скорой к больному в пределах города за 10 минут, в области – за 20. В Одессе пройдет первый международный фестиваль творчества людей с инвалидностью «Рандеву у мамы». Это будут не соревнования, а встреча творческих и одаренных людей. В этом году в фестивале примут участие в основном делегаты из Украины, в частности ожидаются гости из Киева, Сумши, Петовки, Очакова, Белгород-Днестровского, ну и Одесса. У нас будет 63 участника, к нам приезжают гости наши будут, это будет 17 гостей будут приезжать с разных регионов, а так в основном будет у нас Одесса. Подобные фестивали, по словам организаторов, способ для людей с инвалидностью продемонстрировать свои способности и заявить о себе. Фестиваль пройдет 29 ноября в помещении украинского театра, начало в 11 часов. Ну и на этом наш выпуск завершен, оставайтесь с репортером, удачи вам и берегите себя.